Девушки отдыхают И к тому же Сегодня первый день нового месяца Лето кончилось, друзья, наше лето кончилось Наше лето кончилось Календарное лето Многие люди говорили о том, что еще По крайней мере до середины сентября Очень хорошая погодка постоит, будет солнечное Всегда хочется верить в лучшее Но, честно говоря, верится с трудом Не знаю, как вы, Николай, но сегодня я нахожусь Во-первых, в приподнятом настроении В таком вот как-то вот такой Ох, живчик В неких растрепанных чувствах нахожусь Столько всего, столько всего И 1 сентября и день начала нового учебного года Да, сегодня день начала нового учебного года Это, как бы, мне кажется, самый всеобъемлющий сегодня праздник Я вышел довольно рано на улицу Ты видел тоже, да? Я расскажу чуть позже, что я видел Город просто запружен Родителями празднично одетыми Детьми с букетами и с ранцами за спиной С ранцами Рекомендую эту паузу делать И с рюкзачками тут можно без паузы Так что такой, в общем-то, праздничный довольно-таки день Ну ладно, расскажу сразу Сегодня у нас был прием у доктора В начале 9 утра И пока у нас супруга ходили, собственно, на прием с ребенком Я сидел, стоял возле машины И наблюдал, собственно Это рядом со школой было С 16-й школой Я наблюдал как раз-таки, как ребята Девчата, парни Большие и маленькие идут в школу Что-то особого я Энтузиазма в их глазах не увидел Особой радости Ну, идут себе, идут Кто-то немножко не выспался заметно по лицам Я сегодня сам активно в этом участвовал У меня сын пошел в 5-й класс Мне очень понравилась фраза Так все внимание на Николая Голикова Которую мне вчера вечером сказал Он говорит, пап, как быстро лет прошло Я даже соскучиться ни по кому не успел В смысле по однокласснику? Да, конечно По школе, по учителям По стенам школьным Как только мы зашли на школьный двор ВГГ, да? В гуманитарной гимназии И как только он этих увидел ребят По которым он как бы соскучиться не успел Только тут он меня уже и забыл сразу Все Все, он там, я пошел к друзьям Он с друзьями И, по-моему, ему хорошо В моем детстве была иная ситуация Я заканчивал сельскую школу Собственно, мы когда на каникулы уходили Мы в этой компашке и оставались Мы никуда не разбредались Потому что пространство-то маленькое Мы так или иначе каждый день встречались Гоняли на велосипедах, играли и так далее То есть у вас скуки не возникало? У нас скуки не возникало Для нас учебный год, по большому счету В плане компании, он никогда не прекращался А у нас было интереснее Потому что я как бы Получилось так, что жил довольно далеко от школы У меня получалось, что когда была школьная пора Был один круг друзей А летом получался другой По месту жительства, так сказать И у меня такая была смена полной обстановки Я как будто бы все время уезжал куда-то в другой город Тоже интересная была жизнь Накануне, кстати, да, у нас эфир был Ведущим были наши коллеги Улия Афанасьева, Аня Лапшина Они тоже говорили про начало нового учебного года И мы звонили руководителям В том числе школу Понравилось мне, как сказал директор Лицея информационных технологий Номер 28 Николай Целищев Праздник со слезами на глазах Есть такое Точное подмечание Есть такое, да Ну тем более, смотри, все-таки По своему опыту Все-таки пятый класс Конец начальной школы Начало, так сказать, нового этапа Уже вполне взрослого Начальная школа позади Мы сейчас сына имеем в виду Да, моего сына Средний блок учился И откуда? Конечно, слезы на глазах Когда мы видим там Первую учительницу Которая уже ушла в первый класс Она тоже на этой линейке присутствует Она уже с другими, да Ты знаешь, глаза на мокром месте все равно Потому что целый этап такой жизни заканчивается А вот сейчас поподробнее А какие моральные И какие материальные затраты Николай предшествовали по ходу Сегодняшнему школу Давайте поподробнее Ты сразу печальна И мы этот вопрос сразу адресуем Да, мы давай лучше сначала адресуем вопрос Уважаемые наши слушатели Сегодня Ну, сегодня сколько у нас 50 тысяч, по-моему, по области школьников, да? Не по области По городу По городу 50 тысяч школьников По городу 50 тысяч школьников Заявила в администрации Из них 6-200 Это первоклассники Вот Это представь, сколько родителей Сегодня Вот в данный момент Пока мы с тобой говорим Они еще на линеечках стоят Потому что все Мне кажется, закончились Нет-нет-нет К 9-ти часа утра Там же в 9-ть, в 11-ть Там несколько линеек Школы же большие довольно-таки А, то есть У нас вот собирали только 3 параллели То есть первая, пятая, одиннадцатая Потом следующая параллель идет Следующая То есть линейки по полдня Как-нибудь будут проходить Поэтому очень многие наши слушатели Сейчас, если и слушают нас То так, стоя, так сказать Где-нибудь на лужайке возле школы Благопогода Прекрасно По стойке смирно Я думаю, вот этот вопрос Вот насчет этого праздника Со слезами на глазах Которые, я думаю, на родительских глазах Эти слезы появляются чуть чаще Как вся эта идет подготовка Сколько все это стоит И нервов И денег И, может быть, когда-нибудь Как-то сделать так Чтобы все это было легче Как есть по этому поводу мысли Звоните, делитесь Да, вброс небольшой сделаю Чтобы сравнивать Да, с конкретной суммой Фонд общественное мнение Пишет РИА Новости Провел накануне Дня Знаний Очередной опрос Спрашивали людей о том А сколько вы потратили на то Чтобы собрать своих детей в школу Представляете В среднем сумма Ту, которую озвучивали респонденты Составила порядка 10 тысяч рублей Много мало в сравнении с вашими Это только на школьную форму Фомс посчитал Это на школьную форму? Это на школьную форму А, точно, на школьную форму Да, понимаешь Дети же имеют свойство расти Вот в чем беда Так-то я ничего против школьной формы не имею Но дело в том, что приходится Нет, чтобы родился сразу таким Да, вот купили одну форму И в этой форме всю школу отходил Да, вот как в армии Дали солдату форму Он же уже не растет Сколько бы не служил Мужики, говорят, до 25 лет растут Немножко еще растет Что-то не знаю, где там, что у них растет Ну, хватает на два года А здесь вот никак Вот понимаешь И вот эти траты, да Они ежегодные траты И эти траты такие немножко обреченные Потому что в этой школьной форме Никуда, кроме как в школу Ходить-то уже нельзя Не получится Уважаемые слушатели Давайте мы свой вопрос устроим Сколько вы потратили на то, чтобы Собрать своего ребенка Или своего внука Внучку в школу Не знаю Племянник То есть все равно Я думаю, что у тех, кто слушает Нашу радиостанцию Есть дети Безусловно Ну мы же только что сказали 50 тысяч прикинь Есть молодые родственники Юные Там пара родителей Пара бабушек Даже если вот так брать условно Пара дедушек Да, это уже 6 человек На каждого первоклассника Насколько эти затраты Оказались для вас существенными И, возможно, вы преодолели Очень много каких-то препятствий Для того, чтобы найти эти деньги Да Собрать В чем-то сейчас, возможно, вам придется Отказывать какое-то время Вот И там ведь еще проблема в том Что вот когда в школах Начинают вводить в школьную форму Там же везде определенные требования Свои Да, вот не просто так пошел в магазин Купил школьную форму Как, скажем, было в советское время Когда у всех была школьная форма Одинаковая Сейчас же у всех свои элементы Отличия Свои какие-то шевроны Свои какие-то жилеточки Там свой цвет То есть это еще ограничивает поиск Да И, соответственно, раз Определенная группа людей ищет Условно говоря, жилетку розового цвета То эти жилетки Это тоже накладывает Жилетки, само собой, эти начинают дорожать Не забывая о том Что ведь у нас спрос и предложения Находятся в неразрывной связи Поэтому, так сказать, это усложняет немного задачу 211-101 Номер нашего телефона Хотим с вами пообщаться в прямом эфире Сколько вы потратили на подготовку Своего ребенка в школу Сколько отдали кровных И на одежду, и на констовары И на все прочее Позвоните, пожалуйста Устроим такой мониторинг Для того, чтобы зафиксировать это в памяти И с годами сравнивать Что происходит с этими суммами И можете тоже сравнить Что было в прошлом году В позапрошлом У кого-то есть какие-то предложения Как все-таки эти затраты Немножко минимизировать Потому что это ненормально Я помню, у вас был хороший эфир С Юлией Афанасьевой По-моему, 15 августа Я был в отпуске Я слушал как раз И звонили наши слушатели И, по-моему, сумму называли Порядка 20-23 тысяч рублей Речь шла только о первокласснике Речь шла о первокласснике Дело в том, что большой разницы На самом деле нет А, во-вторых, школьная форма Она ведь от того, что становится больше Она не становится дешевле Так что я думаю, что затраты Примерно одинаковые По размеру Она ведь не становится меньше Она становится больше год от года То есть больше ткани уходит Больше цена Вот поэтому звоните, уважаемые слушатели Будем вместе обсуждать эту проблему Потому что, ну, через год Это все вернется Я помню, тогда было предложение От одного из позвонивших О том, что, ну, власти Как-то должны уделять внимание Больше этому вопросу Может быть, какие-то субсидии Но это, конечно, смело звучит Субсидии на школьную форму И на школьные принадлежности Но все-таки звучало мнение о том Что чиновники должны Ну, каким-то образом помогать, что ли Собирать своих детей в школу По крайней мере, когда Есть в этом что-то разумное? Конечно, разумное есть Ведь когда речь идет Что у нас государство все-таки поддерживает Да, вот в том числе Тягу людей к образованию Да, то есть оно должно это поддерживать Это будущее страны Поэтому какое-то участие в этом Оно должно точно принимать Максимально возможное участие Причем Чтобы, ну, на самом деле Все дети могли спокойно Пойти 1 сентября в школу Вне зависимости от того Там есть у их родителей деньги Или, может быть Другое дело В какой форме должны Выделяться эти деньги? Да, как-то это может быть Все решено, я думаю Разумно вполне Чтобы эта проблема не лежала Но мы так все О печальном говорим О печальной стороне дела Да, сегодня ведь 1 сентября Значит, во-первых Мы напомнили, да О чем мы будем говорить Слушателям нашим телефон 211 сторона Да-да-да Звоните, будем рады вас слышать Но сегодня не только Вот этот праздник С слезами на глазах 1 сентября Сегодня незабывающий Непрекрасный праздник Курбан-Байрам 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 Полтора миллиарда Исповедующих в ислам Ислам по всему миру Отмечают Самый главный, кстати, праздник Да, это главный Главный исламский праздник Буквально переводится Как праздник жертвоприношения Но это не совсем так Там есть разные трактовки Кстати, сегодня программа Союз нерушимый будет После 13.00 Будет посвящена как раз Этому празднику И, насколько я знаю Сегодня даже Исполняющий обязанности Губернатора Кировской области Игорь Владимирович Вачилев Товидонцев посетить Не сеть Или уже посетил Да, накануне была такая информация Он должен уже посетить И, кстати говоря Это, если не ошибаюсь Впервые в истории празднования Этой даты Курбан-Байрам В нашем городе Руководство области Руководство города Кстати, там, по-моему Владимир Быков Председатель Как бы тоже не совсем Руководство города Ну ладно, это мы по привычке Ну по привычке Но он же обещал Что будет следить За тем, что происходит В городе Он якобы следит Да Так что, кстати Из-за этого, помнишь И даже возникла такая дилемма Что же делать С началом учебного года Когда, особенно Вот в таких городах Мусульманских Российских городах Типа Москвы Где там, извини Полтора миллиона Мусульман проживают Что, чтобы не возникло Вот этого излишнего Столпотворения Какое-то из праздников Перенести Оно-то как Курбан-Байрам Перенести Но Москву в первую очередь Это касается Активно обсуждали Это наши коллеги Ну вроде бы К счастью Пришли в итоге Консенсусу Ничего переносить Нигде не стали И вроде бы Все нормально Все ужились Давайте сейчас Делаем небольшую паузу Напомним номер Нашего телефона 211-101 Хотим знать Что вам стоило Каких усилий Каких трат Подготовка Ребенка своего Дорогого, любимого К первому сентября Либо можете просто Позвонить Поздравить Своих родственников Педагогов Педагогов Своих детей Своих детей Себя поздравить Потому что Общенациональный праздник На самом деле Небольшая пауза Скоро продолжим Продолжается Дневной разворот В студии Николай Голиков И Владимир Сметанин По-прежнему Да Мы хотим вас слышать Наши уважаемые слушатели 211-101 Мы говорим сегодня О том Что начинается Новый учебный год 1 сентября День знаний Кипит Жизнь в городе Масса цветов Масса красивых И масса Необычных Проблем Я сегодня как раз был Слушал То что говорят родители Во первых По идее Весь город доволен тем Что делают дороги новые Все довольны Ну как быть недовольным Если делают А ремонтируют Ну может быть Кто-то и недоволен Может быть Сильно шумят Когда ремонтируют По большому счету Это все равно хорошо Хоть и пошумят Но опять смотри Неожиданная проблема 1 сентября Весь город С утра едет по линейкам Улицы которые Почему-то ремонтируют Решили ремонтировать Именно в сентябре Почему-то не в августе Проехать возможно Возникают пробки Люди опаздливают Люди нервничают Люди ругаются Вот этим людям Уже не нравится Что делают дороги Не возьмусь судить на это Что это такая массовая история Для нашего города Ну сегодня Я таких историй много слышал Все же сейчас Очень многие живут И за городом В том числе Добираются с разных сторон То есть Или там Предположим Там на том же Извини старом мосту Вдруг возьми да случись Авария Тут-тфу Да Она случилась сегодня На самом деле То есть две машинки Перегородили Одна встречная полоса Небольшая надеюсь Да Две легковушечки Одна на встречной полосе Встала Одна на своей Обе боком И половина школьников Так кстати осталась Отрезана от города На все это время Вот Я не говорю про аварии Я говорю просто то что Как бы иногда возникает так Что вот совпадение да Начинают прикрывать улицы Делать дороги А в это время Людям надо ехать 1 сентября А сейчас вообще Эти активное начнется движение Людям не только в школу У кого-то там художественная школа Музыкальная Спортивная секция Кстати с этим Можно на самом деле Перенести нам На начало нового учебного года На 1 октября О чем группа депутатов Госдумы уже не первый год заявляет И опять Этот вброс сделан Давайте переносить Хотя минор обор науки Госпожа Васильев сказала Ни в коем разе Не будем переносить Мне кажется Это довольно таки Такое абсурдное предложение Ну хорошо Принесем его на 1 октября Но кто же говорит Что дороги не будут ремонтировать После 1 октября Это же никак не взаимосвязано Я к тому что Велика вероятность К тому же Того что к 1 октября Они будут уже отремонтированы Деньги будут освоены Деньги будут освоены До конца года Сам знаешь У нас же сейчас есть Новейшие технологии Позволяющие Класс асфальт Практически в любую температуру В любую Технологии то есть Только почему-то Асфальт по-прежнему Разрушается После того Он разрушается После зимы Разрушается Вне зависимости от технологий Но это уже другой вопрос Ладно Давайте отойдем Немножко от дорожной темы Хотя может быть и вернемся 1 сентября Возвращаемся к нему 211-101 Ждем ваших звонков Так вот Что же сегодня происходит Это в стране По данным РИА Новости Вообще в целом В нашем государстве Сегодня за парты Сядут Боже мой Почти 15,5 миллионов Школьников Кошмар 15,5 То есть каждый десятый Получается 140-150 миллионов Поселения страны То есть каждый десятый Это у нас ученик Школьник Да Школы А еще не забывай Кроме школьников Сегодня еще и студенты Тоже начинают В учебный год Всех из СУЗов и ВУЗов Почти 2 миллиона Первоклассников В стране сегодня 6200 Напомним Первоклассников По нашему городу И что же сегодня будет проводиться Во всех российских школах Сегодня пройдет Тематический урок Под названием Россия Запятая Устремленное в будущее Да В 29-й школе По привычке Я называю так ВГГ Пришел этот урок Проводить Так и называется он Вице-спикер Законодательного собрания Роман Титов Он как раз В половине где-то Десятого Это дело у них началось Я после этого Уже ушел на работу Что надо идти к нему Интересно Роман Альбертович Это экспромт будет Либо заранее Я так понял Что это все-таки Дебют у него Он готовился к нему Я думаю что Он как представитель Народного фронта В том числе Вот он выступал Сегодня в школе Школьникам Всех классов Расскажут Про дальневосточный гектар В рамках этого урока Про сохранение природы И государственную безопасность Планируется Что на этих уроках Будут также рассказывать О проектах Где молодые люди Смогут найти свое место По окончанию учебных заведений О здорово Пришел в первый класс А тебе уже говорят Где ты найдешь свое место Ты куда Когда закончишь школу Пойдешь Ну не забывай что сегодня Не только первоклассники Ученики 11 классов Тоже сегодня пошли в школу У них тоже сегодня Как бы первый учебный день Для них эта тема Более актуальна Насчет дальневосточного гектара Конечно Мне кажется Немножко загадочное Включение вот этой темы Да это на что расчет Зачем это Нет ну приходит твой ребенок Из школы Да у тебя Когда пойдет в школу У меня пойдет Ровно через 3 года Ровно через 3 года Ну ладно А у меня вот придет Сегодня предположим Да вечером Мы с ним увидимся Он скажет Папа А вот нам сегодня Рассказали про дальневосточный гектар И мы решили Берем Да мы решили Что берем Весь класс решил Что берем и едем Вот я не знаю Такого другого Так сказать Применения этой темы Хотя это может быть Это что ты по всей России сказал Может быть просто На Дальнем Востоке Это как-то более актуальная тема На Дальнем Востоке Я на самом деле Плохо разбираюсь В этой теме Дальневосточный гектар Хотя понимаю Что каждый желающий Может заявку По идее да По идее да Ну там тоже говорят Какие-то свои сложности есть Но мне кажется Это не совсем относится К теме нашего сегодняшнего разговора Сообщают СМИ о том Что Владимир Путин Президент нашего государства Не останется в стороне От празднования 1 сентября Он проведет телемост Со школьниками Из разных регионов Таким образом Он тоже поучаствует В этом открытом уроке России Устремленное будущее Ну видимо даст напутствие На то чтобы детишки Хорошо учились Получали хорошие оценки Уважали родителей Учителей и так далее Но это мысль правильная Потому что школьники Это наше будущее Россия Устремленное будущее Это как раз тема Для школы мне кажется Другое дело Что мне кажется Здесь получается Как-то все наоборот Приходят взрослые люди Рассказывают школьникам Про будущее России А на самом деле Пришли бы взрослые люди И послушали То что им скажут школьники Это было бы гораздо более интересно Свои пожелания Да потому что Они и есть Они же и есть будущее России То есть они должны его видеть Они должны его нам рассказать У нас как-то все немножко наоборот Люди из прошлого Рассказывают детям про будущее Вот это немножко неправильно Мне кажется Да Мне кажется что Вот такая форма проведения урока Приходит Ну возьмем к примеру Того же нашего спикера Уважаемого ЗАГСа Брания Владимира Васильевича Быкова В школу Садится А ему школьники рассказывают Как они видят это будущее Мне кажется Для ребят это как-то Ну Не совсем наверное подходит Говорить в целом о будущем стране А не пусть каждый говорит о своем О своем Конечно Каждый о своем Как он видит Как он понимает Что он хочет Они мне кажется Больше заточены на том Как вот учиться Как поступить Потом Как закончить Как ЕГЭ Это сдать несчастное Мне кажется наоборот Дети они очень устремленные Существа в будущее У них потому что Очень много будущего впереди Понимаешь Люди В отличие скажем от нас У них будущего больше впереди Они все равно больше думают о нем Они все равно думают Кем они станут Когда вырастут Какими они станут Где бы они хотели жить И вот в таком формате Этот урок мне кажется Был бы гораздо интереснее Ну и наверное о новшествах Стоит напомнить Что будет внедрено В российские школы В этом году В этом году В школу вернется астрономия Да Об этом было торжественно заявлено Под аплодисментами Для меня фраза Вернется астрономия Она ну какая-то малозначительная Потому что у меня В школе астрономии не было А у меня было Я полный профан Вот В том что у нас над головой Ну хотя кое-что соображаю Но это не из рук Владимир Владимир Вот если вспомнить Что наша страна Изначально была Лидирующей космической державой Вот это исчезновение Человек в космосе Первая женщина Первый спутник Оно очень симптоматично Потому что сейчас мы оказывается Уже не первая космическая держава Да По числу запусков Нас уже опережает Какая-то частная американская компания Слушай Есть о чем подумать Пора возвращать астрономию НАСА частная компания Частная американская компания Как называется Там забыл уже Она по пускам Уже опередила Россию Не НАСА Не НАСА НАСА это официальная государственная Соединенные Штаты Америки Угу Ну кстати на астрономию Выделено 35 часов Это уж не так уж и много Не так уж и мало тоже И это уже старший По моему возраст Десятый класс Именно там появится Астрономия Также в этом году В российских школах Начнут преподавать Греческий язык Зачем мертвый язык в школе? Вообще-то В классическом образовании Мертвый Ну это как мертвый язык Это страшно звучит Греческий язык Он кстати как ни странно живой Он не так и сильно изменился Фу простите Я путаюсь с древнегреческим Наверное Древнегреческий язык Тоже в принципе Не так уж сильно отличается От новогреческого языка Вот А латыни Древнегреческий язык Всегда изучали в школах Вот если вспомнить Там образование В российской империи Или даже в странах западных Сейчас латынь ведь изучают До сих пор Это же прекрасная тренировка Для ума И очень хороший такой мостик Для изучения Многих других иностранных языков Ой смотрите По поводу изучения Греческого языка Оказывается Наша глава Минобра Ольга Васильева Даже подписала Специальное соглашение С заместителем Министра образования Греции Зовут его Константинос Фатакис Вот они подписали соглашение О том что как раз таки Греческий язык В наших школах преподавать И из этого документа Следует что Греческий язык Даже станет вторым Иностранным языком Который ученики Правда смогут Выбирать Хотят греческий изучать Пожалуйста Изучайте греческий Сейчас же с пятого класса Не знаю как в других школах У нас да Вводится как бы Второй иностранный язык Что в пятом участке То есть у нас школа Основной язык английский У нас школа английская Все таки не забывай У них так уже Каждый день английский язык И с этого года У них вводится второй по выбору Но вот выбор К сожалению греческий Нам не предложили Я бы наверное с удовольствием Было бы интересно Совсем потому что Другой язык Вот такой непохожий На многие европейские языки Было бы интересным Предложили на выбор Французский и немецкий Французский и немецкий Потому что как-то Я подумал что и так В английском уже Человеку приходится На уровне иероглифа Запоминать это Странное правописание Во французском языке Те же проблемы Не очень сильное совпадение С написанным и звучащим В немецком попроще Мне кажется Поэтому мой голос Я как человек Взначавший немецкий Но скажу да В какой-то степени попроще В том числе В английском сколько Времен 16 Ой слушай Вот это я уж не скажу Я их не считал В немецком их 5 Немецкий язык я пробовал Сам изучать Он немножко так попроще Все таки да Что еще говорит Ольга Васильевна О планах На новый учебный год Или хотя наверное не все Это будет внедрено уже В этом наступающем учебном году Наступившем вернее 2017-2018 Так вот в будущем В школах появятся Возможно кружки И факультативы Которые будут знакомить Школьников с основами Предпринимательской деятельности А также будут рассказывать О том что такое Кибербезопасность И что такое Финансовая грамотность Ну насчет финансовой грамотности Мне кажется Это нужно Но тут уже за дел есть Да за дел есть Несколько лет последних Ходят последние годы У нас да И очень полезный Мне кажется курс Потому что школьники Это самый такой Впечатляющий Впечатляемый такой Элемент Которого очень легко Там на финансовую Безграмотность Понятие развести Вот А насчет предпринимательства Основ Мне кажется Это вполне разумно А еще глава Минобра Анонсировала Возврат в школы Профориентации И это произойдет Уже в самое ближайшее время Ну вот как раз Вопрос у меня В какой форме она Ну вот видимо в той Которой мы сегодня сказали Приходит ученик в первый класс Ему говорят Вот у тебя какие есть Варианты после школы Профориентация Она в любом случае необходима Согласись А где-то я тут накануне Да я эфиру прочитал Что в Казахстане В школах Казахстана С этого года Внедряется предмет Художественный труд Он называется Это как А он будет разделен На несколько Или на два подвида То есть это Один труд Ну который такой Обычный труд Когда 8 марта Когда бери молоток Волки Да когда 8 марта Скалки там Маме готовишь Мы терки делали Что делали Терки 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 Берешь такой лист И гвоздичком делаешь Много-много-много И получается вот эти зазубринки Да-да-да Получается вот эта терочка Потом тут подгибаешь Мы скалки делали Наборы Кухонные посуды У нас же было и столярное дело И слесарное дело То есть в зависимости от этого Были подарки Но кстати я до сих пор С токарным станком по дереву В общем-то неплохо обращаюсь У меня нет просто станка Поэтому я просто ничего не могу сказать Так вот Там в Казахстане Просто труд А вот второй Это какой-то вот художественный Это какие-то Бац-бац-бац Я не знаю Может быть из чугуна Может быть розы будут ковать Вычурная ковка металла Что там интересно ведь наверное И так далее 211-101 Может конечно и хорошо Что вы не звоните Занимайтесь первым сентября Сейчас просто первое сентября Испытывайте самые позитивные чувства Я думаю что те люди Которые мы обращаемся Они еще все-таки пока Со своими детьми Либо на линейках Либо ведут их домой Либо ведут их куда-то еще Потому что сегодня не просто Сегодня же короткий учебный день Только буквально линейка И классный час Это здорово кстати Да И после этого надо же что-то делать Вот мы здесь сидим А люди нормально идут С детьми куда-то гуляют Чтобы это на самом деле был праздник Поэтому хорошо что нас не слушают И хорошо что нам не звонят И есть все основания полагать Что сегодня школьники Студенты Будут вести себя Корректно Спокойно Потому что сегодня Один из четырех Безалкогольных дней В Кировской области Поговорим немножко об этом После рекламы Хорошо С удовольствием После небольшой рекламы Продолжается дневной разворот Мы на двоих соображаем Пока с Николаем Голиковым Хорошее выражение На двоих соображаем 211-101 Ждем и вас Мы говорим про начало Нового учебного года Понятное дело Что сегодня 1 сентября Но кстати хочу еще сказать В детских садах Тоже ведь отмечаются сегодня Да Мой старший сын Ходит как раз таки В детский сад Никонуне воспитатель сказал Так сегодня Одевайтесь нарядно Покупаете букет цветов И идете с ним Супруга у меня Умная женщина Она говорит Ну а что Все придут Ведь со цветами Давайте хоть как-то Выделимся И мы сделали букет Из воздушных шаров И пошли с этим букетом Импровизированным Из воздушных шариков И мы выделились Ну это тоже нормальный выход Потому что Из основной массы Мне всегда в детстве Интересовало Вот мы приходим У нас классы большие Были по 40 человек И вот когда все 40 человек Приходят с огромными букетами Все это дарят Классному руководителю Мне всегда интересовало Куда эти цветы деваются потом А когда я вырос Зачем вообще об этом думать А я вот как-то думал Мы долго обсуждали Что делают учителя Может они там Где-то их реализуют Или как-то еще Потому что Ну представь 45 букетов 45 учеников в классе Это же нереально вполне Реализуют В смысле Дополнительный заработок Приработок Надо же положить Это что-то Незаконное Понимаешь Мы же не могли Просто придумать Что-то они завзяли Их получили И выбросили Это было бы для нас обидно Мы думали Куда они в будущем уходят У нас есть Телефонный звонок Уже на троих Сейчас мы будем Алло, добрый день Вы в эфире Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Андрей Андрей, вы Родитель? Да-да, конечно У меня сын Шестой класс О, отлично Поздравляем вас С началом нового Учебного года Конечно же Спасибо И вас тоже Да Ну, сколько вы потратили На то, чтобы Ребенка собрать? Да на самом деле Не очень-то много Может быть Тысячи три Пять О, тысячи три Пять Где вы живете? Вы из Австралии звоните? Где тепло? Где не надо Теплые вещи покупать? Нет, с Лободского С Лободского Нет, ну видишь Речь идет Теплые вещи-то по-любому покупать Надо И в школе не относятся Вот То есть у вас как бы Что так Это бюджетно У вас нет школьной формы В школе? В школьной форме нет Есть какие-то рекомендации Ага То есть как будто Специальную такую форму Покупать вам не приходилось, да? Нет, не пришлось А, ну это большое-большое Конечно, облегчение Андрей, мы чувствуем там Вам у вас что-то вот горит Сказать Какая-то реплика у вас Пожалуйста Ну нет, я просто хотел Поздравить всех С началом учебного года Ага Вот Ребяткам пожелать успехов Всевозможных Также высказаться Да, вот ехал Сегодня по Кирову Ругался Как вы говорили Что там пробки Сям пробки Надо привыкать С первого сентября Уже ездить По рабочему режиму Не как летом Свободнее был город То есть пораньше вставать Или что? Пораньше вставать Потому что мы с Новоавятской Едем в Киров Там всегда пробка Утренняя Ой, подождите Вы живете в Новоавятске Работаете И ребенок учится в Кирове? Да, ребенок в Кирове учится Да, тоже неблизкий путь Получается И испытание такое ежедневное Ну вот смотрите У нас уроки с 8 утра То есть надо что Уже в 7 из дома Вам выезжать, да? Без 27 мы выезжаем Чтобы успеть, да Без 27? Да Ой, да Ну дисциплинировать Это нормально Может быть, да Андрей, ну скажите Несмотря на эти вот Бытовые трудности Вы все равно так С гордо поднятой головой Смотрите в будущее Что все будет хорошо Что ребенок выучится Найдет свое место в жизни А это все мелочь Нет А по-другому смотреть Вообще невозможно На жизнь Чтобы у нас в стране Не происходило Ребенок должен выучиться Должен быть хорошим человеком Уверенным в себе Именно поэтому Мы учимся Не в Новоавятске И так далее Спасибо Спасибо большое Удачи вам Вас тоже с праздником Вашей семье Всего хорошего Всех благ, конечно И всем, конечно, пожелаем В этот день Ну что, мы немножко Зацепились за тему Непродажи алкоголя сегодня Да У нас ведь есть история Вот накануне Мы с Николаем обсуждали Когда я рассказал Историю про явно школьников Явно школьного возраста Подростков, которые проходили Можно я это расскажу? Конечно Вкратце, да Которые проходили Я стоял в сторонке Прекрасно наблюдал Которые проходили Присели на лавочку Один достал Фуфырик Как мы это называем Это натуральный фуфырик Другой достал бутылку Как-то запивон называется Ну и все это Они употребили Дальше пошли Явно школьного возраста У Николая тоже история Аналогичная история Только не сам факт употребления Факт договорен Ребята по телефону договаривались О том, как они будут там деньги тратить В том числе Сколько фуфыриков возьмут И так далее Дело в том, что Володь, вот это ограничение На продажу алкоголя Она как раз к этим фуфырикам То никак не относится Они в свободной Они в запрещенной продаже Но если верить Это относится к косметике К парфюмерии На что акцизов у нас нет Нет, у нас Роспотребнадзор Снова запретил На определенное время Реализацию этих пузырьков Они в нелегальном-то обороте Никуда не делись Это с декабря прошлого года Когда в Иркутске Продлили еще Вот у нас еще нам звонящие есть Алло, добрый день Добрый день, меня зовут Татьяна Я бывший учитель Мне пришлось поработать в школе В четвертой, в двадцать восьмой В двадцать четвертой В техникумах В филиал Пермского института культуры Я хочу поздравить всех Учителей, с которыми мне пришлось Столкнуться Учителей, которые лежат сейчас В домах престарелых Хотелось бы, чтобы их не забыли Хотя бы учителя начальной школы Букетов у них сегодня много И я хотела бы, чтобы повторили Про ярмарку садоводов Я включилась поздно Вашу передачу Про ярмарку Ярмарка садоводов Хорошо, мы приняли Ваши поздравления Вы сейчас, пожалуйста, не отключайтесь Либо редактор сейчас там В интернете быстро пошукает И нам скинет Либо я сейчас успею Здесь тоже в компьютере найти Хорошо Слушайте, я надеюсь, что За оставшиеся семь минут До конца дневного разворота Я найду эту информацию Вот, Николай Заполняйте эфир, Павел Пока ты ищешь Пока, да, ищу То есть я как раз хотел говорить Простите, мы тут уже Немножко в другую тему Насчет безалкогольного дня Что как бы это все хорошо Но, во-первых Мне вот больше понравилось Как эта тема реализуется В соседней в Коми-Республике Потому что там вот условно говоря Первое сентября Оно может прийтись на любой день недели Например, в среду Там четверг и так далее В этот день запрещать продажу Совершенно глупо Потому что никто ничего Собственно не празднует Это рабочий день Там делают как Если, например, в среду У нас там день молодежи Или там день знаний То в выходные Которые после этого дня Вот в эти выходные Там продажа алкоголя ограничена И это разумно Потому что сегодня тоже день рабочий Так ведь? Кто же сегодня будет там что делать? А вот завтра, послезавтра В выходные Дети все встретились Там, если они хотят нарушить Они будут это делать завтра Вот как бы Если речь действительно идет Не о том, чтобы отчитаться Что у нас там трезвые дни А о том, чтобы они приносили Какую-то пользу Мне кажется, есть смысл Посмотреть на опыт Республики Коми Потому что там правильно поняли Так, я надеюсь, что нашел Ту самую информацию Которую запрошила Вот только что дозвонившаяся Татьяна Татьяна И все, кто неравнодушен К этой теме Я читаю, что завтра 2 сентября С 10 утра На театральной площади Пройдет ежегодный день садовода Насыщенная программа ждет Так? Все верно? Так, еще раз перепроверяю Да, 2 сентября Завтра с 10 утра На театральной площади На театральной площади Хорошо Ну что, еще одна тема у нас? Еще одна тема, конечно Есть у нас Немножко более грустная Чем День знаний Ну как грустная Не хотелось бы оказаться На месте, на самом деле Вот именно этих Жителей нашего города А я перед тобой сидит Один из жителей этого дома У меня в доме Месяц нет горячей воды Месяц нет горячей воды И никаких пожеланий Когда это произойдет Тоже на дверях не появляется Кстати, да, у меня же тоже тут история есть Ну, не секрет, что мы решали Решаем до сих пор еще жилищный вопрос То есть, собственно, жилье приобретаем Вот не так давно Ездили по объявлениям Смотрели квартиры И одна из квартир Так более-менее ничего приглянулась Идет общение с риэлтором С хозяевами Рассказывают Все хорошо И потом у меня такой вопрос Такая ломпочка зажглась Горячая вода-то есть? Нету Несколько месяцев уже Все, до свидания На этом варианте мы поставили крест Я бы тоже поставил крест Но я уже здесь живу, понимаешь Вот когда с 1 августа воды нет И никаких сообщений Когда она появится Но я уже так нормально привык Все делаю в холодной В холодной? Все так, ну а что делать? Заодно закаляюсь как сталь Ой Вот Опасно Если еще и на улице При этом прохладно Да еще и холодной водичкой помыться Ну, можно, наверное Что-то тут Ну, может быть, узнаем Что-то насчет перспектив Попробуем Да Вот по данным КТК На сегодняшний день Без горячей воды Остается 262 дома В нашем городе Плюс 2 учреждения здравоохранения Это довольно серьезная цифра Но мы прекрасно понимаем Что Тут все Кто заинтересован в этом Они работают Безусловно И оперативное совещание Ежедневно проводится У главы администрации Александра Перескокова Вот как раз таки сегодня На очередном оперативном совещании Глава Т-плюс Сергей Береснев сообщил Что на сегодняшний день Из 88 секций Непрессованными Пока остаются два На участках Казанская И Перелог Гостины И на улице Производственной По причине Выявленных дефектов Мы уже можем подключать Нашего коллегу Олега Прохоренко Руководителя Пресс-службы КТК Олег, добрый день Добрый день, коллега Добрый день, Олег Воды находятся Получат ее Долгожданную Володя Я просто слышал Что это значительно 262 дома На самом деле Это порядка 5% От всего От общего жилого фонда То есть Это не такая большая цифра И большую часть напряженности Мы уже сняли И сейчас подбираем Те дефекты Которые Выявили в течение лета По гидравлическим испытаниям Плюс несколько домов Естественно Остаются отключенными На период реконструкции Вот сейчас заполнение идет системы Уже должны подключиться Дома по реконструкционно-производственной Воровского Это Реконструкцию почувствовали многие Когда ехали по Воровского улице И там было ограничение движения Борького Тоже уже завершается Вообще Нынче Очень в темпе Идут реконструкции И Многие работы уже завершены На многих участках И мы оперативно Тут делали улицу Красноармейскую Для того, чтобы Уже даже благоустроить Площадку перед университетом Перед техническим Ну Бывшим педом Вот Поэтому В данном случае Как бы Ну такие крупные Достаточно дефекты Остались еще на Как раз вот В результате опрессовки На улице Казанской Там будет повторная Опрессовка Казанская Гостиный переулок Набережная Грина Там большой куст И сегодня заполнение Тоже был Сложный дефект Несколько задвижек Пришлось менять На улице Некрасова-Попова Там улица Сурикова-Некрасова Они сегодня в ночь Завтра Утром уже Должны получить Горячую воду Ну и Тема была еще Тоже по Нововятску Там дело в том Что когда вскрыли трубы Приняли решение Оперативно Что тут врезаться Бесполезно Они ржавые И нужно переложить 60 метров Трубы Ну Подрядчик сделал это В течение недели Вчера запустили Горячую воду Для того, чтобы люди Перед первым сентября Могли Ну школьники Могли идти в школу Уже С горячим душем Олег Вот эти дефекции На которых мы сейчас говорим Они впервые выявлены Или Это такая больная точка К ним приходится Возвращаться ежегодно Вот На самом деле Есть Да Действительно есть участки И по Казанской Сложный Проблемный участок Я думаю Что в ближайшее время Там в план реконструкции Он войдет Но у нас Та же история была По Красноармейской Там где В прошлом году Мы копали Один дефект Другой дефект Третий Их было там Семь Нынче этот участок Реконструировали И там проблем Больше быть не должно И вот таким образом Там есть два пути Попадания Участков Под реконструкцию Это экспертиза Промышленной безопасности Когда мы смотрим Состояние труб С помощью приборов И считаем дефекты Естественно Тоже Сколько дефектов Появилось На самом деле Если конечно Дадите возможности Я всех готов И хочу Очень пригласить Завтра на театралку Завтра будет Фестиваль Энергосбережения Вместе ярче Где мы тоже Активное участие Принимаем Все энергокомпании Задействованы Будут с 10 часов До 12 И будут Интересные квесты Для детей Естественно Интереснее всего Для детей Для семей И эстафеты И прочие Фото зоны В общем Приходите обязательно Естественно В это время Наши сотрудники Будут делать Работать по дефектам И устранять их Работы не прекращаются Ни выходные Ни даже вечером Кто-то будет праздновать Веселиться Кто-то будет работать Олег Еще один Спасибо большое Еще один вопрос А когда собственно Все Конечный срок Дедлайн Когда работа Должна быть завершена И горячим Володя У нас работа Не завершается никогда Так Погоди Тогда я вопрос задам Олег Николай Покаллельно готовим Еще ЦТП И трубы Которые Непосредственно По теплоснабжению Для того Чтобы 15 сентября Была полная готовность Еще подать тепло Ну Понятно Что прошлый год Был уникальный То есть Слишком рано Начался отопительный Сезон 15 Обычно Где-то Это уже конец Сентября Погода Холодная Устанавливается Если будет Ситуация Прошлого года Мы будем готовы К 15 сентября Дать всем Отопление 15 сентября Да Совершенно верно Но если есть Какие-то Жалобы Непонимания И так далее Можно всегда Посмотреть на сайте Ход водоркиров Графики Устранение Тех или иных Выявленных дефектов Можно позвонить На 716-716 Это телефон Горячей линии Спасибо большое За информацию Олег Прохоренко Руководитель Пресс-службы КТК На этом мы завершаем Программу Дневной разворот Далее у нас Стафет принимают Новости И Культ поход Кстати музыкальный Сего Не прощаемся с вами Будьте с нами 211-101 Снова будем задавать вопросы Субтитры создавал DimaTorzok